Уже несколько лет к ряду акватория грибной базы становится местом стартов памятной регаты. Соревнования, в которых соперничают исключительно молодые спортсмены, носят статус открытых и привлекают команды из других стран. Турнир вообще проводится очень давно, где-то с 70-х лет. Но раньше он проходил весной и собирал всех сильнейших спортсменов нашей страны. Плюс приезжала украинская команда. Нынче он немножко имеет другие задачи. Этот турнир просматривает самых маленьких спортсменов со всей республики приглашаемых. Всего в Пинске собрались почти 170 юных грибцов, байдарок и каноэ, представляющих два десятка команд. В их числе сборная всех областей и столицы Беларуси. Гостями турнира в этот раз стала сборная Казахстана. Еще побороться за награды приехали постоянные участники – спортсмены из Украины и России. Причем добирались в Пинск вместе на одной машине и успели подружиться. Друзья – они хорошие. Мы вместе занимаемся, соревнуемся друг с другом. Поддерживаем друг друга. Спортсмены – они тоже хорошие. Занимают пока что первые и вторые места. Они, честно, борются за победу. Мне приятно сбориться, видеть других соперниц своих, познакомиться с ними, видеть их силы, на котором они в уровне сбораются. Мне очень приятно в этом городе быть. Это очень интересное место. Я знаю, что сегодня свято великое в этом месте. Вновь извинено от немецко-фашистских загарбников. На воде зарубежные спортсмены показали хороший результат. В предварительных заплывах украинцы финишировали в числе первых и в итоге на дистанции 200 метров добыли себе серебро и бронзу. Есть награды и у других команд-гостей, но большее их количество – 12 – досталось пинчанам, лидеру медального урожая турнира прошлого года. В списке призеров – Кирилл Коржич, Ольга Мычко, Юлия Хомич, Ярослав Симонов, Никон Будгусаим, Валентин Тихонов и другие. Удачно выступили пинские грибцы и на второй день состязаний. В заплыве на длинную дистанцию – 2000 метров – на турнире памяти юнги Олега Ольховского ими завоёвано ещё 12 медалей.